МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Ольга Алексеева. Смотрите сегодня. Губительный огонь. В Республике за время новогодних каникул зарегистрировано 66 пожаров. Подмораживает. Во вторник и среду в Республике ожидается от минус 25 до минус 30 градусов. Дворец книги. Библиотека нового поколения открылась в Мариинском посаде. За последние сутки в Чувашии диагноз коронавирусная инфекция поставлен 91 человеку. 85 жителей вылечились. Летальных исходов – 10. О ситуации в празднике и прогнозах на ближайшее время говорили на совещании в Доме правительства. На протяжении длительных выходных все медицинские организации работали в штатном режиме. Обеспечивалась как экстренная, так и неотложная медицинская помощь. Продолжали работать и амбулаторные центры. За эти праздничные дни, по 11 числов включительно, новая коронавирусная инфекция выделена у 983 человек, из них 25 несовершеннолетних. Суточный темп прироста составил 0,51%. Выздоровело 912 человек. Суммарно-профицентом патологоанатомического тела умерших новой коронавирусной инфекции, основная причина смерти констатирована у 105 человек. За новогодние праздники увеличилось число заболевших среди приехавших из других регионов. Мигрантов, которые особенно прибывают из регионов неблагополучных регионов, это в частности заработка с Москвы, мы видим эту тенденцию и на праздничные дни она была. То есть даже среди количества тестированных, это в основном приезжие, которые и процент выявленных случаев именно у приезжих. На данный момент в республике активно проходит вакцинация. Всего в Чувашов поступило 2242 дозы. На сегодня вакцинировано около 800 врачей, учителей и социальных работников. Из них 82 человека уже завершили курс из двух компонентов. В ближайшие дни в республику должна поступить еще одна партия вакцин. Ольга Семенова, Николай Скворцов, Республика. В Чувашии рабочая неделя началась с новых назначений. Исполнять обязанности министра цифрового развития и информационной политики будет 35-летняя Кристина Майнина. Прежний руководитель ведомства Михаил Анисимов в ближайшее время возглавит республиканский МФЦ. Кристина Майнина была начальником управления цифрового развития, связи и рекламы администрации главы республики Коми. Еще одно назначение руководителем главного управления МЧС России по Чувашии назначен Валерий Зеленин, переведенный из Севастополя. На первом в этом году совещании правительство подвели итоги праздников. В целом оперативная обстановка была спокойной, однако зарегистрированы несколько серьезных ДТП и 66 пожаров. Последние вызывают особое беспокойство. Новогодние праздники для пожарных – жаркое время. К сожалению, опыт показывает, что именно в это время растет количество возгораний в жилом секторе. А в этом году и жертв огня тоже стало больше – 15 человек. В прошлом году за аналогичный период погибли 5. Травмы различной степени тяжести получили 6 человек, спасены 7. Несмотря на весь комплекс мероприятий, которые проводили органы власти на местах, при подготовке к новогодним рождественным праздничным мероприятиям в республике, как уже Михаил Геннадьевич отметил, произошла трагедия в деревне Арнару Урмарского района. К сожалению, я уже сказал, погибли 6 человек, трое взрослых, трое детей. Предварительно причина пожара – неисправность бытовых электроприборов, предварительно холодильник. Главными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем в результате курения, неисправные печи, дымоходы в банях, электрооборудование. Управление МЧС России по Чувашской республике просит строго соблюдать правила пожарной безопасности. Напоминаем, телефон пожарных и спасателей – 01, с мобильного – 101. Год только начался, но уже 37 человек пострадали в ДТП на территории Чувашии. Инспекторы предупреждают – в зимнее время нужно быть особенно внимательными на дороге. Длительные выходные вообще расслабляют. Это давно известно. В этом году усугубили ситуацию и погодные условия. В эти дни были достаточно сильные снегопады, и дорожникам приходилось трудиться в усиленном режиме. Мы работали круглосуточно. Количество техники, которое обслуживало в дороге, доходило до 117 единиц. В целом ситуацию держали под контролем. Перебоев движения транспорта по нашим дорогам не было. Госавтоинспекция советует дни снегопадов и тумана по возможности воздержаться от дальних поездок. И, конечно, все участники дорожного движения должны быть предельно внимательны и осторожны. За время новогодних каникул произошло 26 дорожно-транспортных происшествий. Большей частью – столкновения и наезды на пешеходов. Погибли 6 человек. Двое из них – дети. Выявлено 83 факта нарушения правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Большинство ДТП с участием детей произошло по вине самих водителей. В основном у нас проблемы – это ДТП на федеральной трассе. В этом году рост ДТП произошел. Это 6 ДТП и 6 погибших. Если сегодня находится ваше транспортное средство «Дети», это говорит о том, что не надо уже рисковать и превышать данную установленную скорость. Не нарушать право на дороге движения. Не выезжать на полустречные движения. Двигаться в потоке. Екатерина Шиверова, Татьяна Раевская, Сергей Копеев, Николай Скворцов. Республика. С 2021 года вступают в силу новые законы и правила. Так, минимальный размер оплаты труда вырастет на 5,5% и составит 12 792 рубля. Он превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения, который в целом будет равен 11,5 тысячам рублей. С 1 января вырастет и пенсия по старости до 17 443 рублей. Увеличится и материнский капитал. Эти средства можно будет направить и на первоначальный взнос по сельской ипотеке. Кроме того, чтобы стать участником программы, теперь не обязательно быть собственником участка. Получить сельскую ипотеку сможет и арендатор. Вступает в силу и закон об особенностях дистанционной работы. Он предусматривает, что удаленка не может являться поводом для снижения зарплаты при сохранении объема работы. Устанавливает нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха, а также порядок взаимодействия работника и работодателя. С 1 января вырастут цены на некоторые виды алкоголя, а оборот немаркированных товаров легкой промышленности будет запрещен. На территории одного из охотничьих угодий республики введены ограничительные меры, как в эпизотическом очаге африканской чумы свиней. Там обнаружен второй труп павшего кабана. Самый эффективный способ борьбы с болезнью – регулирование численности диких животных. В соответствии с планом действия по предотвращению заноса на территории Российской Федерации африканской чумы свиней и ее распространению, утвержденном в распространении правительства Российской Федерации, плотность популяции дикого кабана не должна превышать 0,25 особей на 1000 гектар. В Чувашской республике плотность популяции дикого кабана превышает рекомендованный норматив более чем в два раза. Решением чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Минприроды Чуваши было поручено обеспечить снижение численности миграционной активности диких кабанов, в том числе путем их замещения на иные виды охотничьих ресурсов. На территории закрепленных охотничьих угодий Балхаш и Вишнегурская планируется к изъятию 10 и 5 особей кабана соответственно. Дополнительно хочется отметить, что если на территории республики сроки спортивно-любительской охоты у нас предусмотрены до 31 января текущего года, то по данной территории проведение мероприятий по регулированию численности предусмотрены до 28 февраля. Рекомендовано создание буферных зон длиной 10 километров вокруг свиноводческих комплексов. Там поголовье дикого кабана подлежит тотальной ликвидации. Такие же зоны будут созданы вдоль границ Чувашии с регионами, где сложилась неблагополучная ситуация с африканской чумой свиней. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика. Чувашская митрополия заключила соглашение о сотрудничестве с региональным министерством экономики. Оно касается развития паломничества и туризма. Четырехстороннее соглашение подписали митрополит Чубаксарский Чувашский Саватий, епископ Канажский и Янтиковский Стефан, епископ Аллатрский и Порецкий Феодор и министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. Старинные храмы и монастыри Республики – уникальные памятники зодчества и архитектуры. При этом расположены они не только в столице Республики, но и в малых городах и районах. Сотрудничество с правительственными структурами позволит привлечь паломников со всей страны. Но для этого необходимо разработать познавательные программы и духовно наполненные маршруты, которые будут интересны как воцерковленным людям, так и тем, кто интересуется православной историей. Митрополит Саватий отметил, развитие паломнического туризма откроет республику с новой стороны не только для гостей, но и самих жителей. У нас в епархии и вообще по всей митрополии почувашие очень много святынь, о которых простой житель России не знает. А у нас здесь есть и Свято-Троицкий мужской монастырь в Чебоксарах, и в Алатрии есть и Свято-Троицкий мужской монастырь, со святынями, со своими, женский, спасо-преображенский монастырь. Сейчас у нас будет возможность организовывать паломнические туры в нашу Чувашию. Мы будем создавать инфраструктуру соответствующую для того, чтобы люди могли, посетив, скажем, монастырь, чтобы там могли остановиться на нескольких дней, помолиться, погаветь, скажем, великим постом и так далее. Мы в этом соглашении как раз и предусматриваем такое взаимодействие, которое, с одной стороны, может дать всю необходимую информацию для епархии, для того, чтобы они могли планировать заранее и встраивать таким образом эти маршруты туристические, паломнические, чтобы они соответствовали всем требованиям, нормам и правилам. Мы, с одной стороны, готовы предоставить для епархии всевозможные материалы, всевозможную методику для того, чтобы эти туры были еще интереснее, были еще запоминающимися. И туристы, паломники с большим удовольствием приезжали и возвращались к нам в Чувашию вновь и вновь. Библиотека нового поколения открылась в Мариинском посаде. Это уже пятое учреждение, модернизированное в республике в рамках национального проекта «Культура». Графические романы, Виммельбухи, книги с дополненной реальностью. Фолианты в обновленной библиотеке выглядят необычно. Учреждения нового формата оборудованы сенсорными киосками, 3D-печатью, мультстудией. Здесь есть и электронные лупы для слабовидящих и индукционные системы для слабослышащих. Сегодня на рождей библиотек уделяется особое внимание государству. И к концу этого года в стране появится уже более 300 модельных современных учреждений. Это отличный результат, который показывает, что библиотеки нужны стране, читателям и каждому из нас. Чувашия стремительно и очень успешно вошла в проект, открыв в этом году уже 4 модельные библиотеки. И примечательно, что 3 из 4 библиотек сельские, что еще раз доказывает значимость библиотеки на селе как место для интеллектуального и культурного доступа населения, а порой и единственного доступного очага культуры. Для жителей, туристов и гостей города в модельной библиотеке нового формата проводятся виртуальные экскурсии по Мариинскому посаду, театрализованные представления, литературно-поэтические и музыкальные вечера, встречи с известными личностями, презентации новых книг. Библиотекари уверены, что все эти события вкупе с техническими и информационными возможностями помогут приохотить к чтению современных детей и подростков. В Чувашии продолжается акция «Спасибо вам, родные доктора». Желающих присоединиться становится все больше. Специально для медработников, которые все праздники находились на передовой борьбы с коронавирусом, Чувашский академический драматический театр 15 января покажет спектакль. Открытки от детишек, игрушки, сладкие подарки, участие в флэш-мобе. Свою признательность медикам может выразить каждый жителей республики. Мы очень тронуты этим вниманием. Нашим сотрудникам очень приятны такие подарки. Это как-то вдохновляет нас, стимулирует больше, еще и лучше работать. Работа тяжелая, но, наверное, одно из таких, скажем, вдохновляющих моментов продолжить свою работу – это выписка тяжелых пациентов. Самых тяжелых, которых мы выписываем домой, которые со слезами на глазах уходят, это мотивирует нас на дальнейшую работу. Спектакль в деревне, на который приглашают медицинских работников, состоится 15 января в 6 часов вечера. Вход свободный. Чувашия пока лидирует в конкурсе среди регионов России на право проведения всероссийского блог-тура. Топовые блогеры страны будут снимать фильм о самых красивых местах, значимых людях и событиях страны. Регионы-победители определятся по результатам народного голосования, которое проводит ОНО «Россия – страна возможностей». На данный момент проголосовали свыше 18 тысяч россиян. Пока Чувашская республика лидирует с 35% голосов. Следом идет Забайкальский край с 30%. Замыкает тройку лидеров Чеченская республика, у которой 14% голосов. Народное голосование продлится до 25 января. У природы нет плохой погоды. Чем порадует нас первая рабочая неделя января – в следующем материале. Первые 10 дней января в Чувашии оказались теплыми и снежными. Средняя температура воздуха в Чебоксарах составила минус 7. Это на 2,5 градуса выше климатической нормы. При этом с начала года выпало уже 20 мм осадков, то есть почти в два раза больше, чем за весь прошлый месяц. Теперь на смену относительно мягкой погоде пришли настоящие зимние морозы. Сегодня утром столбики термометров опустились до отметки минус 20. И это только начало похолодания. Во вторник в Чебоксарах ожидается минус 25, в среду – минус 30 градусов мороза. А в районах воздух местами может остыть до минус 35. По расчетам гидрометцентра, средняя температура воздуха в ближайшие 10 дней будет примерно на 3 градуса холоднее климатической нормы. В результате вторая декада января в Чувашии может стать самой холодной за последние 15 лет. Одевайтесь теплее. Это главные новости понедельника 11 января. До свидания.